Лучшие проекты, призванные развивать экономику республики, определили в Хангаласском районе. Там состоялось закрытие девятой деловой игры «Министр». На протяжении пяти дней семь команд бороли за звание лучших. Кто победил, тем самым попав в кадровый резерв правительства республики, смотрите далее. В этом году игра была посвящена проектному управлению. Во время работы команд эксперты наблюдают за участниками и самые талантливые включаются в кадровый резерв правительства республики. Игра нам дала новые мысли. В следующем году состоится десятая юбилейная игра. И я думаю, что качественный подбор проведения игры, конечно же, именно проведение юбилейной игры скажется. Поэтому мы готовы дальше развивать. Игра предлагает нам новые хорошие проекты, раскрывает новые молодые имена. Егор Борисов выразил сожаление по поводу того, что в этом году компоновка команд была составлена неоднородно. И у сильных команд не было особой конкуренции. Мы с ребятами представили два проекта. Один – это энергоцентр «Яны», основанный на водороде, то есть на прогрессивных технологиях, которые ещё не реализованы на севере. В этом была его основная инновационная составляющая. И второй проект – это теплицы. Это уже более практический лизуумный проект, который должен реализовать непосредственно теплицы на севере, как производство для местного населения, для потребления. Члены жюри отметили положительную тенденцию в том, что команды предлагали разные вариации решения задач, нестандартный подход к проблеме. В итоге победителям вышла команда «Зелёных». Второе место досталось «Синим», третье – «Фиолетовым». Сарглана Ильина, Александр Ирков, НВК Сахар, Ангалаский Улус.